Всем, всем, всем Всем, 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 всем. Всем, 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 всем. Ой, Ваше Высочество, ну разве так можно? Ну что, тебя отпустили с кухни? Отпустили, отпустили. Ой, как я рада, как я рада. Как я рада. А я-то как рада, Ваше Высочество. Вы себе не представляете, что мне пришлось там вынести. Какие муки. Ой, ну перестань, какие же муки на кухне. Там так интересно. Подумаешь иногда помыть посуду или подмести пол. Это же не так сложно. Можно подумать, меня папа никогда не отправлял на кухню. А фартук? Какой фартук? Фартук в горошек. Фартук в горошек мне. Да он мне вообще не идет, вообще не идет. Этот мерзкий французишка заставил меня надеть именно этот фартук. Мне фартук в горошек. Деспот, деспот, мучитель. Я не представляю тебя. Подожди, что ты говоришь. Пьер, он очень хороший, очень добрый. Добрый, добрый. А я, значит, злая, да, Ваше Высочество? Да нет же. И ты-то, ты тоже хороший. Папа вообще говорит, что все люди хорошие. Они только иногда об этом забывают. Поэтому иногда совершают плохие поступки. Знаете, Ваше Высочество, что бы вы там ни говорили, я этому Пьеру отвечу. Да нет, это невозможно, Ваше Высочество. Ну, только и слышишь, ах, какой Пьер, какой замечательный нас повар, какой Пьер. А я? Меня никто не замечает. Чуть что, сразу на кухне. И еще фартук в горошек. Нет, я этому Пьеру насолю. Насолю! Точнее, я ему уже насолила. Ну, вот теперь посмотрим, что скажет Его Величество о своем поваришке Пьере. Что ты сделала, а? А ну-ка, рассказывай. Ничего особенного, Ваше Высочество. Ну, сначала я проспала. Ну, я проспала, частик на два, на три. И опоздала на кухню. Ну, никто этого не заметил. Ваше Высочество, никто. Прихожу на кухню. Там стоят макароны, баклажаны. Ну, и я их немножечко посолила. Потом еще немножечко посолила. И так я солила, 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 солила. И выспала всю солонку. Ну, а потом поперчила. Перчила, перчила, перчила. Так что аж... Ой, расчехался. Ну, вы понимаете, да, Ваше Высочество? Какой ужас! Вот теперь и посмотрим, что скажет Его Величество о своем любимом поваре. Ну, это же... Не надо преувеличивать Ваше Высочество. Не будем. Скажем скромно. Это гениально. Нет, это не гениально. Это... Это плохо. Это очень плохо. Я должна предупредить Пьера. Не надо Ваше Высочество. Вот так вот. Ваше Величество. Я не Ваше Величество. А кто? Ну, я не Ваше Величество. Я... Ваше Величество, вы говорите загадками. Ну, шеф-повар. Да? Ну, да, да. Иногда мне нравится взять и приготовить что-нибудь. Ну, да. Но Величество сам приготовить для вас. Ну, не совсем, сам Пьер мне помогал, вот, но получилось вкуснотищем. Как говорится, пальчики проглотить, язык облизать. Да. То есть, наоборот, это оборот. Именно этими словами одним словом прошу садиться. Вот. А что ты приготовил? М-м-м, вкуснейшую и наивкуснейшую. М-м-м, я улезал и каша с изюмом. М-м-м. Моя любимая. М-м-м. М-м-м, ху-ра-ра-ра. Каша. Да, изюмительная с изюмом. Ой, а как пахнет. М-м-м. Папа, ты настоящий повар. М-м-м. Прошу. Ложить, Бум. Ну, пробуй, пробуй. М-м-м. М-м-м. Вкуснятина. Дай я тебя поцелую. М-м-м. М-м-м. Молодец, не я, все-таки пьев, да. Он мне очень помогал. А почему, мадемуазель, стоять не садится за стол? А? Его величество для вас тоже есть приготовить. Для меня? Ой, простите, ваше величество, но я кашу не ем. Ну, ладно, садитесь, садитесь уже. Ну, не обижайтесь шеф-повару это. Как скажете, ваше величество. Да. Только позвольте мне кашу не пробовать. А зря, потому что каша очень вкусная. Никто и не заставляет вас есть эту вкуснейшую, наиполезнейшую кашу. Дело в том, что Пьер меня предупредил, что вы не любите кашу. Очень мило с его стороны. Да уж, вот. И поэтому Пьер помог мне приготовить для вас специальное блюдо. Да, звучит очень заманчиво. Ваш любимый макарон с баклажаном. Что? Это те самые, которые ты... А что есть те самые? Да. Ничего, ничего. Ну, пробуйте, пробуйте. Бон аппетит. Да. Ну? Ну? Как получилось? А? А, ну, сейчас видно, еще не распаковываем. Да, можно по вкусу добавить сон? Пупереть. Нет. Не надо. Ну, тогда ешьте так. Ой, Ва... Ну что? Я больше не могу. Воды. Воды. Нет, а что здесь происходит? Что такое? Макароны. Макароны. Макароны? Макароны. Воды. Макароны. А что это все значит? Перец. И соль. Да? Это есть очень много сол, очень много перец. Ну, откуда они здесь? Вот я. Я хотела ему отомстить. Ему, потому что я была зла на него. На я? Да. Вот. Это, это наглядный пример. Старой истины. Злобой можно навредить только самому себе. А, как говорят, не рой яму, а сама себе. Не рой яму другому, сама угодишь. Молодец. Так. Ваше Величество, мне идти на кухню? Да нет. Пожалуй, не надо. Я думаю, что вы себя уже достаточно наказали. Ваше Величество. Что? Вы, как всегда, правы. Вот такая история, дорогие мои. Печально видеть, когда кто-то злится, обижается, старается отомстить. Месть – это такое же злодейство, и оправданий ему нет. Месть, как бумеранг, который будет возвращаться столько раз, сколько его запустили. Да и мстительность – это удел тех, чей разум ослепляет злоба или обида. Давайте, друзья мои, постараемся всегда быть разумными. До новых встреч, дорогие мои. Храни вас всех, Господь. Субтитры подогнал «Симон»